Развинулся, я говорю, кто качок? Закрыл глаза, лицо, закрыл полностью, хотя бы думал, да? Эй, брат, а что ты, что химичишь там? Что ты делаешь? И мы там вышли с ним, чтобы выяснять эти отношения. На международном турнире нас первый же бой свели с Хайбулой и... Привет, друзья, меня зовут Вадим Тихомиров, я журналист с сайтом matchtv.ru и это интервью с Асланом Азбаровым я записал пару лет назад. На ютубе оно не публиковалось, на matchtv выходило, и вы могли его прочитать, если были подписаны на мой телеграм-канал. И сейчас я публикую его только потому, что мы очень много говорим о вещах, которые не имеют сроков давности. Про тот самый случай в Хабаровске с горящим трамваем, про довольно жесткий инцидент в Казахстане, про увлечение с Асланом Бильярдом, про его бой с Дмитрием Кудряшовым, после которого мы как раз и записывали этот разговор, и много о чем еще. Уверен, посмотреть его будет интересно для всех, кто увлекается единоборствами. Возможно, не менее интересным будет прийти на турнир Урал-ФС в Перми, где Саслан впервые в карьере проведет поединок в перчатках для ММА. Ссылку на билеты оставляю прямо над тайм-кодами к этому видео. Меня зовут Вадим Тихомиров, и у себя в телеграм-канале я рассказал, почему ничья в бою Битерби и Бивол не сильно отличается от того самого результата судьи, который дал 116-112 в пользу Битербиева. Подписывайтесь, всех буду рад видеть в комментариях. Когда боксер или боец ММА проводит большой бой и берет телефон в раздевалке, я слышал, что там куча уведомлений и сообщений, всего остального приходит. А вот расскажи, кому ты первому ответил голосом или от кого первого принял телефонный звонок? Вот именно с кем поговорил? Я всегда после боев, в первую очередь, кто бы мне там ни писал, сразу еще номер мамы своей. Она смотрела бой с Кудряшовым? Нет, она не может смотреть и просто ждет результата, пока ей скажет. Я слышал, что некоторые мамы, они экспериментально к этому приходят. То есть смотрят один-два боя, понимают, что для них это тяжело и прекращают смотреть бои детей, если они боями занимаются. Пробовала она там в любителях или еще где-то смотреть? Как и то какие-то бои, я знаю, да, она с нервозом смотрела, но с появлением тех боев, которые на кулачке, она даже не может смотреть, просто нервничает, может ходить весь день на нервиках и просто ждет, пока ей звонят и объявят результат. А там нет боя, она даже после победы даже не может пойти посмотреть, пересмотреть бой. Сложно ли было тебе с мамой согласовать бои на губых кулаках? То есть вот бокс еще можно понять. Как ты, долго ли ты собирался сказать, что ты по кулачке хочешь выступить? Знаешь, когда я пришел, сделал бой на кулачке, я даже не говорил, что я там буду драться или выступать, я даже не говорил родителям, они не знали, что я буду там драться. Я даже по бою не сказал, что я там подрался, и подобное. Пока до тех пор, пока там видео не вышло, они не увидели мой бой на голых кулаках. После этого, конечно, они там и не хотели, чтобы я дрался на кулаках. Живали так, как я в свое время оставил спорт, другими делами занимался, поэтому для них было как-то непонятно, что я опять вернулся в эту сферу, и еще тем более на кулачку, где еще там больше травм, больше всего этого можно получить. Да, не хотели, было, конечно. Ну, в другую сторону я видел, что мои победы для них, наоборот, радость и гордость, да, и я это понимал, и хотелось, хочется еще больше их радовать и больше показывать результаты. Было что-то такое, что ты там материально, например, смог им купить или чем-то помочь вот именно после побед уже на хардкоре, то есть, которые больше популярность, наверное, большее деньги тебе принесли? Я-то и до хардкора это делал, но нету. У меня не было то, я чтобы пришел в хардкор, чтобы заработать или там. Ну, чтобы зарабатывать, нет, не было у меня такого. Я и зарабатывал, и сейчас зарабатываю, помимо хардкора, и без этого тоже, да. Я и до этого помогал, и сейчас помогаю также. Вот я в 24 года уехал в Москву, начал работать, и прям помню, что когда я впервые родителям смог подарить, по-моему, это был мобильный телефон, но вот прям что-то такое более-менее значимое, даже они мне сказали, говорят, ну ты как будто повзрослел у нас, вот уже ты стал. О нас заботится. А помнишь, вот ты у себя в жизни такой момент? Ну, конечно, то, что я где вижу, если у них что-то нет, или что-то они хотят, а я оставаюсь там пойти купить. Или обычно я могу финансировать, ну, деньгами, да, хоть они могут не нуждаться. В деньгах, ну, у них и так деньги тоже есть, да. Мне самого хочется, да, это сделать, да, я это делаю. И ради этого, да, мы и живем. Хочется. Как вот прошел первый день после твоего боя с Дмитрием Кудряшовым? Чем ты занимался? Ничего. Друзья мы просто выехали, там, я приехал домой, поспал, отдохнул на середине, друзья мы посидели, и в нужном кругу. Просто, ничего обычного. Все писали, все встречали, все радовались. Вот так, как обычно. Посиделки, да. Я записывал прогноз на этот бой, и вот честно, можно даже сейчас найти видео, я говорил, что, ну, скорее всего, Дмитрий фаворит, но Сослан может в любительской манере очень хорошо отбоксировать, много двигаться, бить сериями и не давать Дмитрию прицелиться. А я правильно понимаю, что план действительно на бой у тебя был ровно-ровно такой? Да, план, мы много тренировались на под Кудряшова, да, и знали, что он будет делать, и какие удары он будет наносить. Да, это мы прорабатывали, спарринг, паркюр, и работа с тренером. Конечно, это же все практика, поэтому все по плану, да. А ты сильно волновался перед этим боем? Больше, чем перед другими? Волнение, не то, что больше, чем перед другими. Ну, как обычно, вот у меня бывает, не знаю, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, да, без волнения никак. Это волнение должно всегда присутствовать у каждого спортсмена. Это волнение, оно держит тебя всегда, как тебе сказать, в этом состоянии опасности, да, опасность всегда должна присутствовать в твоей голове, и она тебе может помочь, или может, наоборот, плохо сказаться, да. Как ты считаешь, какой бой тебе дал большую популярность, бой с Давудом или бой с Кудряшовым? Мне прямо вот саму интересно, как ты считаешь? Смотри, в плане медики, да, бой с Давудом дал больше, ну, медиа, да, посмотрим, все ждали этого боя, тоже, да, с Давудом был громкий, и на тот момент, вот это кулач, кулачные бои, все такое, оно очень прогрессировалось, и все ждали именно этого боя, да, такой, два ярких боксера, два панчера, поэтому тот момент, да, самый, для меня такой, взлетный бой был, с Давудом, а с Кудряшовым, знаешь, тоже очень громкий бой, все слышали об этом бою, все знали об этом бою, да, и, не знаю, знаешь, вот у меня наравне эти два боя стоят. А как ты сам считаешь, где ты больший объем в тренировках проделал перед Давудом или перед Кудряшовым, вот какой лагерь тебя сильнее в уме? Ну, перед Кудряшовым, конечно же. Кто были спарринг-партнеры, вот кто может изображать Дмитрия Кудряшова? У меня вот тоже, мои друзья, друзья близкие, теченцы, Умар Саламов, Апти, они тоже вот борьбы, профессии, хорошие, да, и с ними вот проводили бои. И про Давуда хотел спросить, про этот бой, я от многих ребят слышал такое мнение, что боксерам бывает тяжело драться на голых кулаках, что ты знаешь, насколько сильно ты бьешь, и именно голым кулаком ударить чуть-чуть жутковато, ты психологически себя тормозишь. А как ты с этим справился, и был ли это вообще проблемой? Если с вами с боксом, да, голые кулаки чуть-чуть другая тема, но почти все одно и то же, да, просто главное правильно подойти к этим кулакшим боям, психологически, в первую очередь, ты должен быть готов принять тот удар, который ты можешь пропустить в боксе, да, и когда боксер, когда пропускает удар в перчатках, он уже привыкший к перчаткам, бывали некоторые боксеры, когда пропускали удар голым кулаком, они их воспринимали чуть-чуть по-другому и терялись, и у них пропадало все то, что чему они учились, чему они были готовы, это уже чуть другая, да, поэтому, в первую очередь, я считаю, что психологически должен подойти, настроиться к этому бою и быть готовым. А нанести удар голым кулаком сильно тяжело после того, как ты привык в перчатки с затейпированной рукой бить? Да, наоборот, еще лучше залетает, на кулаках лучше получается, еще больше, легче, да, можно сказать, чем в боксе. А, я видел, вот в бокс-веке твой первый любительский бой с Хайбулой Мусаловым, довольно известным кулачником, это же вот, ну, не однофамилия, с тот самый, да, Хайбулой Мусаловым? Да, у нас, это был мой первый Махановский турнир в 17 лет, но Хайбулла тогда постарше меня был, и он уже тогда хорошо шел по боксу, я помню. И нас свели первый бой на международном турнире у Маханова на Тагестане, в республике, мы еще тогда не были знакомы с ним, на международном турнире нас первый же бой свели с Хайбулой, и я его выиграл. Обсуждали с ним хоть раз это? Да, конечно, на этот момент. Если он забывает, я могу напомнить его. Как в фильме «Бригада» говорил, кто забыл, могу напомнить, говорил Саша Белый. Я несколько твоих интервью отсмотрел, видимо, упустил эту деталь. А кто вообще тебя привел в секцию бокса, как это было? А мы вот так просто с ребятами в Дагестане много времени на улице проводили. Там как у нас в Дагестане, кто-то по-любому каким-то спортом занимается, и нам попал заниматься, идти в группу, в какую-то группу, да, в секцию, чтобы занять себя тем-то. Мы вот так с друзьями решили все вместе пойти на бокс. А вот, извини, ты уже и сегодня сказал два раза, это и в других интервью я видел, ты говорил, оставлял бокс и занимался другими делами. Вот это другими делами, оно так всегда людей на всякие мысли наталкивает. И вот уже сейчас можно в комментариях представить, что люди будут писать, чем занимался, что это были за дела, это так всегда таинственно звучит. А чем занимался, правда, когда оставлял бокс? Акциями. и продавал без акций, да, уже? Да. Ну, а так, хотя бы в двух словах можешь писать, что это такое было? Не, были свои определенные моменты, да, здесь в Фонсе, как бывает. Охрана? Не. Или? Не-не-не-не-не, свои дела, свои моменты были. Так сейчас, ну, как, о чем-то говорить, я там смысла не вижу. А как вернулся? Вот, то есть ты занимаешься своими моментами, и вдруг оказывается уже, вот я прям помню, что я прихожу к Дауду на интервью, он говорит, а я в кулачке буду сейчас с международником боксировать, и я вот так о тебе, например, узнал. Как получилось у тебя у самого возвращения? Я-то занимался, но не выступал по боксу нигде, либо, да, когда я ушел, завязал с боксом, вот, меня вагап подтолкнул на то, чтобы я там, может, там, проведешь, делаешь бой, там, в кулачке, там, момент я думал, ну, зачем мне там, мне это не нужно, я не хотел, и на то время, такой чуть грязи много было в этом хардкоре, думал, сейчас там кто-нибудь меня спровоцирует, там, лично кто-то что-то скажет, и там начнется вот этот бардак, да, я этого не хотел, хотел избежать, долго думал, надо ли мне это, или не надо, просто, да, я спортсмен, я долго шел, я всю жизнь занимался, да, все тому подобное, и идти там, чтобы, ну, чтобы завести меня, можно было с полуоборота, вышел, подрался, сделал бой, но я не шел туда, чтобы заработать, я же понимал, что там, гонорары на тот момент были небольшие, и там много денег не заработаешь, да, и поэтому, как-то, не знаешь, захотелось, еще и таких эмоций, все тому подобное, с ростом наперед, да, но я смотрел вперед, мне предложили бой за титул, подраться с Даудом, поиском вакантным, и меня это заинтересовало, знаешь, там, за титул подраться, придя сразу в эту организацию, да, они связались со мной, и вот так, короче, я сделал первый бой, и вот, подрался с Даудом за титул. Ну, тогда Дауда все считали фаворитом, его просто банально все знали, тебя знало гораздо меньше людей, и вот удар, которым ты его попал, ему попал, ну, действительно, он очень круто выглядит, потому что он такой спрятанный был, и жесткий одновременно, а насколько для тебя это было там, заготовкой, насколько ты понимал, что так действительно можно попробовать, подловить своего соперника тогда. Смотри, заготовка в кулачке, она может и не прокатить, это основной весь момент во время боя, да, как оно, анализируешь сам бой, как он уже начинается, да, и вот в этом моменте Дауд, да, был заряжен, хотел, как обычно, настраивался на один удар, был заряжен, и это чуть откровенно, откровенно бросался, и это уже гибкий, в любом случае, когда ты хочешь сильно ударить, и откровенно бросаешься, это уже открываешься, бросаешься вперед, это уже размахи рук, там, ну, я уже в голове понимал, что мне надо просто этот момент поймать, встретить, или лево, или право, право прямой, да, так получилось, что я вот, ну, на переднюю нарвался, это был для него незаметный удар, он не ожидал этого удара, встречный удар, это очень такой, да, опасный удар считается, поэтому, незаметный короткий встречный удар. Что мне интересно, я готовился к этому интервью, и смотрел, что, значит, с тобой вышли выпуски на Hustle MMA, у Коваленко, на Hukvam и на Мете, а вот просто интересно, ты сам пересматриваешь, есть вот такое, что тебе какое-то твое интервью нравится, какой-то наоборот, там кажется, что неудачный, там хотел что-то удалить оттуда. Не, я-то смотрю, стараюсь смотреть, да, по-первых, вожжу свои, но нет такого, чтобы я там обретил, какой-то у меня там, да, хорошее, у меня все неплохие интервью, я считаю, нормально сидим. А ты их смотришь, то есть есть такое, что ты можешь час своего интервью пересмотреть просто для интереса? Если у меня есть время, я могу, да, час посетить, посмотрю, Саслан, с тобой находится старое видео, где ты, значит, в номере, у тебя там очень крутой рельеф, и вы прикалываетесь с друзьями. Я над ним вообще не смеюсь. Ты зря направил на меня камеру, как ты ставил, ты же поздравил, что со мной будет, когда на меня камеру направляют. Это было на сборах у нас, тоже мы готовились в чемпионат России по молодежке, уже с ребятами. Ну, как бывает, на сборах делать особо нечего, там уже после конкурировки пришли, домой лежим, я там просто тупо начал качать пресс, сидели, смотрели телевизор, и я как-то, не знаю, лежа на диване, начал качать пресс, и вдруг, видимо, подпотел, и начал снимать это все на телефон. И я увидел камеру, просто там молодость, да, начали ее там исполнять, короче, я еще тогда был на хайпе, так что это, не на хардкор я хайпанул. Смотри, а вот мне мой товарищ даже говорит, ты наши студенческие видео все поудаляй, потому что, не дай бог, они когда-то где-то в интернете появятся. А вот ты жалеешь, что это? Это видео тоже мой друг взял, закинул в контакт, добавил, я только через какое-то время ее увидел, я ему сказал удалить, а затем добавил, да, на видео. Он ее удалил, удалил, и все, все равно, она, как же поздно, расстрел, потом скачал, сохранил, и вот так она уже поберла. Тоже, к сожалению, это там ничего лишнего, никто себе там не позволял, это молодость, да, да. Такой вопрос, про бойца ММА Армана Царукьяна, говорят, что он даже на фоне бойцов ММА у него именно рельеф крутой, ну и он говорит, ну видимо, такая генетика, а над тобой в сборной, например, тоже там как-то отмечали, что даже на фоне других боксеров именно по прокачке выглядишь, ну прям как бодибилдер почти, то есть другие ребята это признавали или нет? Да, да, было даже, кто-то говорил, эй, брат, а что ты, что химичишь там, что ты делаешь? Ну, меня это так раздражало, знаешь, я говорю, я говорю, эй, я ничего не делаю, кроме бца, ничего не пью, я приходил, объясняю, потом думал, КМФ что объясняю, зачем мне, кто-то генетика, когда есть бывает хорошая, да, у меня может такая генетика, что, ну что, рельефы, мышцы есть, все есть, многие буа тренируются тоже, больше меня там качаются, но у них нету таких мышц, ну, в боксе там такие мышцы никому не нужны, мышцы работают, поэтому, так. А было, извини, такое, что, допустим, тебя где-нибудь на пляже или еще где-то вообще принимали там, скорее за бодибилдера, там, за фитнес-модель, то есть не думали, что ты боксер, потому что боксеры, правда, часто там, вот, Сергей Ковалев, но он же вообще не такой рельефный, но там роняет людей, думали ли про тебя, что ты там не боксер, а просто там качок, например. Я не могу сказать, там думали, ну, что-то подходимо говорил. Или тоже не говорил, никто не говорил, это там, бодибилдер. Была одна ситуация, когда, ну, тоже я был молодой, тоже рельефный, там, я как-то в майке вышел, только без рукавов, тоже сумка на тренировке. И я просто, тоже на тренировку шел, и мимо них прошел, они были взрослые ребята, постарше меня, я с ними тот на тот момент подрался, уже шел на тренировку, и я, проходя мимо, услышал, крайним ухом уже, когда прошел в них, там, качок, слово качок, типа. Ну, с таким вот, жаргоном, не понятно. Я останавливаюсь, повернулся, меня даже это задело, то, что меня там, типа, качком называют, понял. Типа, качка, просто и так. То есть, даже это, считается уже вызовом в Дагестане, сзади качкачка? Я не услышу, или что, а я, ну, поразвинулся, я говорю, кто качок? И вот на это слово за слово у нас там пошло, короче. А ты на тот момент уже там был мастером, КМС, вот какой примерно уровень был в боксе? Мастером был, да, мне лет 17, наверное, уже тогда было. А, извини, очевидный вопрос, а на каком турнире ты МСМК выполнил? Потому что тебя всегда именно так представляли вот до боя с Даудом. Я, это в один год я выиграл международный турнир Умахановский, я не помню год, то ли сейчас, точно не вспомню, 13-й год международный турнир Умаханова и если в этот же год в сборную ты входишь в призеры, ты уже автоматически становился мастером спорта международного фаса. Вот этот год не могу, в 12-13 год я вот выиграл Муумахановский и зашел в сборную. Значит, понятно, что тебя спрашивают всегда про историю, когда вы спасли людей из трамвая, мне не хочется, чтобы ты там в сотый раз про них рассказывал, я просто вчитался и посмотрел две детали, которые мне показалось интересным уточнить. Там вот прям твои слова приводит Хабаровское издание, ты говоришь, попробовал разбить стекло где-то кулаком, где-то локтем, понял, что не получилось, взял камень, разбил. А вот реально ты в первый момент попытался кулаком или, значит, локтем ударить по стеклу. Я прям с прыжка прыгнул, понял, там подъем был, где-то мы перевозили, был подъем, я прям с прыжка вот, я даже не подходил, я, ну, чтобы достать до этого окошка, надо было прыгнуть, и я там с этой подъема я там прыгнул и с локтя ударил, я там локоть травмирую, ну, не разбилось стекло, я понял, что ее руками не разобьешь, ты ее, начали искать в снегу камень, там, или, когда нашли камень, да, вот там, будыжник пошел и кинул вот это заднее стекло и вот так разбили. Ну, просто всегда кажется, разбиваешь стекло, остаются обломки, а чем-то, как бы, почистил раму или вы через обломки не помнили? Я не помню, может, эти моменты даже уже тогда не помнишь, что это, не помню, разбили там и начали вот так вытаскивать, там, зашли, проверили, именно, да, заходил в горячий трамвай, вот когда там кто-то сказал, что зашел, посмотрел, сели, всех ли достали, ты прям туда забирался? Да, я забирался, у меня там, не знаю, какая-то мысль такая в голову пришла, ну, там уже дым, туман, и не видно, туман, дым, да, не видно, ничего, и у меня мысли по всех, думаю, может, там кто-то надышался и, может, упал, там, остался, я так решил закрыться, да, закрыть глаза, лицо закрыл, хотя бы думал, да, половину пройдусь, ногами топтал, посмотреть, если кто-то там может, на что-нибудь нарвусь там, ну, так чуть прошелся, туда-обратно, вышел, нормально, все, никого не было, успели всех тащить, слава богу, да, и начальник МЧС там приезжал, говорил, если бы они просто на минуту дольше там остались бы, они бы легли бы там, да, и там не вытащил бы, был бы, траур в городе, да. Что самое вкусное вам приносили на сборы, вот говорили, что местные что-то приносили, там даже какие-то угощения, еще что-то, что запомнил? Были пирожки, стейк, картошка, торты приносили, но очень были благодарны, в связях приходили, благодарили, я помню их эмоции, ну, так взрослые люди, да, приходили к нам, благодарили, было очень приятно, конечно. И второй момент, который чаще всего тоже с вами с тобой упоминают, извини, он не очень приятный, это ситуация в Казахстане, вот я тоже вчера гуглил и смотрел про нее что-то, и интересно, значит, я на сайте Пикабу, извини, нашел комментарий, там парень пишет, э, ребята, тормозите, я журналист из, забыл название города, в общем, я смотрел записи камер, Саслан, сам первый начал, типа, приставать, он ходил, цеплял девчонок и говорил, где Даги, там напряги, и его, типа, несколько раз пытались успокоить, и вот только после, там, значит, когда уже не помогло, с ним поговорили жестко, я такой думаю, ну, странно, а потом посмотрел последнее слово обвиняемого и тоже меня это насмешило, потому что он там говорит прям явно по бумажке, то есть вот ему кто-то написал его версию. Вызовет меня один-на-один, при этом левой рукой ударит меня в области печени, насмехаясь со своим, со своим другом белой футболкой надо мной, при этом толкнув меня к смыслу, также при этом я хотел вопрос владеть мирным путем вне клуба. И он, значит, читает, что было вот, ну, прям настолько запинает, что тоже очень тяжело поверить. Извини, но расскажи, как было вот в итоге? Я не знаю, по каким камерам он мог там ситуацию внутри, которая происходила, никто там не мог это увидеть. Все камеры, все, что происходило, это уже снаружи, там видео есть, ну, вот это самодрака, когда началась. К обычно, мы после соревнований там с ребятами собрались, посидели, отдыхали с ребятами, никого не провоцировали, никому не мешали, ничего личного. Просто отдыхали, ничего не позволяли. Просто там человек оказался в том месте, где там увидел, не знаю, может, незнакомца или там чужих для себя людей, решил, видимо, не знаю, показаться или отличиться от себя и подойти там с таким жаргоном там, объяснить какую-то ситуацию, что как-то себя надо вести или не вести и здесь и вот этот момент я не понравился. И мы там вышли с ним в эссенте эти отношения. Да, в клубе попрались, в клубе навтыкал, я их побил, да, можно сказать, в клубе. Саша ситуация тоже со мной случилась, это уже когда мы выехали, якобы один на один за город, под предупреждением я молодой горячий парень, конечно, в любую ситуацию готов был пойти, если один на один человек меня вытягивает, там у них понятия там оказываются другие были, да, в его голове, как я представлял. И никакого один на один у нас не получилось, там, да, за городом отъехали, там, прикладом ударили, то все, челюсть, ну, так, короче, бантак начал сезжать, все, все, все как есть, да, в интернете челюсть поломали, все, да, после они побили, да, вот так тоже. А прикладом уже просто использовали пистолет как ударное оружие, или как бы, чтобы ты не сопротивлялся на... А, ну, понятно. И ударное, да, ударили сразу в челюсть, у меня челюсть сразу поломалась, там поломаны, я уже ничего не мог им сделать абсолютно. Пару раз ударились, там, ну, и он, ну, короче, там, сейчас, что говорить, да. Там просто еще такое смешное есть, извини, но это действительно с их стороны смешно звучит, типа, пистолета, значит, там не было, но на месте нашли гильзу. Я вот даже вчера своему товарищу написал, говорю, ну, видимо, гильзу взяли с собой, чтобы, значит, гильзы выдарить со слана, возможно. А из пистолета в воздух, да, просто выстрелили гильзы, поэтому там оказалось... Сейчас еще пистолет был, не был, сейчас это что, моменты обсуждать, Наверное, не было. Я еще хотел спросить про твое увлечение бильярдом, а когда оно началось вообще? Здесь я тоже с ребятами так же ходил, увлекался, начал играть бильярд. У нас в Дагестане там на тот момент, ну, можно сказать, там бильярды не так часто, да, где бывали, и для нас бильярд была интересная игра, и все начинали ходить, и вот так с ребятами тоже ходили, время проводили там бильярды, учились играть. Как ты считаешь, реваншу с Даудом мешает то, что вы оба из Дагестана, или просто нет достойного предложения пока по финансам? Достойное предложение? я на те условия я был готов, согласен, а что Дауда, не знаю, не могу сказать, такие условия ему предлагали. Вроде, как я знаю, неплохие, говорить что-то я не знаю, посмотрим. Скажи, а представляешь ли ты бой с Кудряшовым по кулачке, вот если ему вдруг предложат, это же как-то обсуждалось уже, а вот если вам сделать реванш по голым кулакам? Нет, защиту титула с удовольствием сделал бы с ним еще. Но я думаю, относиться по кулачке.